Видео создано при поддержке зрителей. Но перед началом видео хотелось бы поделиться с вами новым творением Сергея Чохина, автора книги «Спящий страж во вселенной метро» и того самого, кто помог воплотить лор по метро на нашем канале. Если вы любите аниме, фэнтези, РПГ и юмор, советуем надежное средство для разгрузки мозга. Когда мир штормит, самое время успокоить нервы ироничной приключенческой книгой. Ознакомиться с ней вы можете, конечно же, по ссылочке в описании. Мир Предтечь – это большая загадка для жителей Новой Земли. Люди, которые населили планету после перезагрузки, не имеют возможности узнать историю своих предшественников, а знания, которыми они обладали, им абсолютно недоступны. Из-за колоссальной разницы в устройстве социума, а современные люди точно бы не поняли этого словосочетания, узнай бы они правду, осознать до конца ее так бы и не смогли. Нам же, по эту сторону экрана, гораздо проще понять, что же случилось с металлической цивилизацией, с чего все началось и чем все закончилось. То, что мы знаем наверняка, планета Земля пережила геноцид. Она была обитаема, люди на ней развивались, но затем наступил момент, когда все они умерли. Необходимые элементы для существования были испорчены, и Земля превратилась в пустынный камень. Какое-то время в Солнечной системе не было обитаемой планеты. Но спустя время, Земля будто бы возродилась и обрела привычный зелено-голубой цвет, и человечество, населявшее ранее, тоже вернулось. На этом можно было бы и закончить, но ведь намного интереснее узнать, каким образом люди смогли погубить свой дом, и как несколько человек не дали человечеству умереть навсегда. Ключевым персонажем в истории альтернативной планеты Земля является Теодор Фара. Магнат, владелец крупнейшей мировой корпорации автоматизированной системы Фара, дальше АСФ, и просто самый богатый человек на свете. Именно на него пала участь стать палачом для Земли, ведь рой миротворцев, который вышел из-под контроля и стал автономным, это его детище. Но еще до того, как Теод Фара устроил геноцид, мир уже окунулся в кризисы и проблемы. В первой половине 21 века произошли изменения, повлекшие за собой новый виток цивилизации. Экологические проблемы обострились до такой степени, что некоторая часть суши ушла под воду, к примеру, Азорские острова и Новая Зеландия. Люди начали массово переселяться в поиски приемлемых мест для жизни. Массовые волны беженцев повлекли за собой борьбу за ресурсы, и для стабилизации ситуаций ученые начали активно разрабатывать новые отрасли в науке. Зеленые технологии, как их называли, урегулировали климатические ситуации или и вовсе сдерживали вулканические активности. Когда человечество начало делать успехи в разработке искусственного интеллекта, автоматики и экотехнологиях, и это все активно заработало, началась новая эра бесконечного потенциала для развития человека и машины. Из-за тех же проблем с экологией в 2040-х годах жители планеты Земля развернули проект Одиссея, колониальный корабль, который строили на орбите планеты. В строительстве приняли участие США, Япония, Индия и Западноевропейский альянс, но уже к 2057 году проект замер из-за прерий между государствами. Еще одним примером развития человеческих технологий стала операция Барьер, которую развернули в парке Йеллоустоун, чтобы контролировать деятельность местной кальдера. Созданный людьми искусственный интеллект Бирюза, заглавная опция всего проекта, добилась того, что на момент работы смогла просчитать вероятность извержений и предотвратить их, по крайней мере, на полторы тысячи лет. На тот момент корпорация автоматизированной системы ФАРА еще не была настолько масштабной. Пуск для ее развития дал выпуск линейки персональных помощников Альфред и мощный толчок для того, чтобы компания оказалась в списке лидирующих корпораций мира, обеспечила разработка систем для мониторинга и улучшения экологии в мире. Среди которых значится и операция Барьер, а также разработка зеленой робототехники для очистки и детоксикации воздуха. Заработав себе статус добродетеля, ФАРА также добился приличной конкуренции, но первым триллионером его сделал вектор компании, уходящей в разработку оборонительных систем и роботов для военных. В свое золотое время АСФ имела более 300 контрактов с разными странами и держала под контролем 61% рынка своего сегмента. В своем первенстве ФАРА закрепился окончательно, когда его компания выпустила роботов под названием «Миротворцы», которые в случае нехватки топлива могли поглощать биомассу и прекрасно функционировать. Они были оснащены особыми способностями, к примеру, самовоспроизведением, быстрым взломом и перехватом сородичей, а также вражеских систем, но самое главное, у них был прекрасный механизм защиты от чужеродного влияния. По заказу самого ФАРА машины были невосприимчивы ко взлому извне, по крайней мере, это потребовало бы очень многого времени. В тот период, а это пришлось на 50-е годы 21 века, как минимум армия США заменила практически всех рядовых солдат на машины, а когда ФАРА дал миру такие прекрасные образцы, они ощутили себя неуязвимыми. Когда военные, которые использовали механизмы в своих целях, поняли, что их поведение изменилось, Теодор ФАРА приказал программистам отключить Рой, но это оказалось невозможным. При создании глава корпорации указал о нарочном отсутствии так называемого «бэкдора» для управления Роем на расстоянии. Теодор ФАРА добился своего. Превзойти его миротворцев было действительно невозможно. Роботы-убийцы, которые вполне могут существовать сами по себе, при этом питаясь эко-топливом. Гениально. И также глупо. Ранее в его компании работала очень умная девушка, Элизабет Собак. На протяжении 8 лет она была руководителем разработок в области зеленой робототехники, которая и сделала ФАРА таким добродетелем. Ее работа в АСФ была очень успешной, но когда ФАРА изменил стратегию и корпорация из экологической превратилась в военную, в качестве протеста Собак уволилась. И уже в следующем году она основала фирму Miram Technologies, которая разрабатывала мирных роботов и где продолжила свои разработки. Понимая, что такой выдающийся человек, как Элизабет Собак сможет ему помочь, Тед ФАРА в момент кризиса с Роем в первую очередь обратился к ней. На что женщина ответила, что это начало конца, и его великолепные, абсолютно независимые роботы истощат планету всего лишь за 15 месяцев. Пересидеть в бункере и подождать лучших времен не выйдет. Миротворцы хуже ядерной катастрофы. Именно отсюда берет начало проект Новый Рассвет, который создала и курировала Собак. Несмотря на то, что ситуация была безнадежной, ФАРА питал надежды, что мир каким-то чудом выживет, и он не лишится всего, что имел. Наряду с проектом Собак, власть рассматривали также тот самый колониальный корабль Одиссея, который остался на орбите с 2057 года. Проект выкупил датский предприниматель Освальд Дальгаард. Он ускорил сроки по работе с кораблем, из Земли были отправлены образцы семян, эмбрионы, в совокупности более 200 тысяч экземпляров, а также альфа-сборка Аполлона, системы хранения знаний человечества. Все это должно было попасть на другую обитаемую планету, или же вернуться в случае успеха Нового Рассвета, но в 2065 году стало известно, что Одиссея потерпела неудачу. Корабль взорвался во время запуска, или же существует мнение, что это прикрытие, чтобы Рой не узнал о сбежавших и не последовал за ними. В итоге, чудо не случилось. Предположительно, в 2068 году Земля обрела абсолютно иной лик. Миротворцы истощили планету, включая подводные ресурсы, и Земля стала просто каменным шаром с полным отсутствием жизнедеятельности. Она бы и осталась такой, если бы Новый Рассвет не увенчался успехом. Возможно, не все пошло так гладко, но уже спустя тысячу лет после вымирания планета снова стала обитаема людьми. Элизабет Цобак создала действительно прекрасную систему терраформирования. В ее основе лежит искусственный интеллект гея, которая руководит девятью подфункциями. Наряду с Элизабет, которая в основном возилась с геей, работала команда Альфа, самых умных и стойких людей. Дело в том, что когда специалистов приглашали на собеседование в команду Нового Рассвета, у них было три выхода. Либо посвятить себя науке и человечеству, то есть быть запертыми в бункере и даже там делать свою работу, понимая, что их привычный дом наверху уже не такой, каким был. Либо принять эвтаназию, осознавая, что существование всей планеты закончится через несколько месяцев и, не справившись с таким грузом, уйти из жизни первее. А третьим был путь добровольного заключения. Никто из управляющих не хотел сядь панику. Простые люди верили, что военные со всем разберутся, а самые отчаянные добровольцы шли им на помощь. Только для тех, кто приходил на базу Нового Рассвета, была открыта правда. Землю не спасти. Либо сделайте нечто серьезное и полезное напоследок, либо умрите. Зачем лишаться жизни более чудовищным способом? Таким образом, была сформирована команда, которая работала над основными функциями геи. А именно. Эфиром, который предназначен для детоксикации атмосферы. Минервой, с помощью которой были осуществлены взломы и отключения роя. К слову, у геи ушло приблизительно 60 лет для написания кодов деактивации. Минерва, выстроив шпили по всей планете, через них транслировала сигналы и привела в неисправность миротворцев. Аидом, ответвлением для зачистки неудачных попыток геи. Иллифий, отвечающий за воспроизведение человеческой расы, эмбрионов, оставленных людьми в колыбелях-бункерах. Деметрой, она озеленила планету из запас семян, снова-таки из резервов в колыбелях. Артемидой, созданной для того, чтобы восполнить фауну. Гефестом, программой, которая должна придумывать и создавать необходимых для терраформирования роботов. Возможно, нечто похожее, что использовали люди во время экологической катастрофы, но, скорее всего, это совсем иное, ведь Гефест сам конструирует и продумывает механизмы. Посейдоном, предназначенным для очистки морей и океанов. А также Аполлоном, который должен был дать бесценные знания и историю людей, которые и создали это все. В колыбелях, где Иллифия постепенно выращивала новых людей, были обустроены учебные залы с встроенным Аполлоном, но никто так ничего и не узнал. Судьба Элизабет была поэтичной. Сделав для этого мира все, что могла, она спасла отряд Альфа, который отвечал за все подфункции геи. Дверь в бункере, где находились разработчики нового рассвета, дала сбой, а это было чревато нашествием роя, если бы они засекли тепловую активность. Пожертвовав собой, Собак устранила поломку, но войти обратно в комплекс уже не смогла. В 2066 году Теодор Фарро, усомнившись в правильности решения Элизабет по созданию программы Аполлон, принял решение и стер данные, которые Альфа-специалисты кропотливо собирали для своих потомков. Он увидел в этом угрозу. Думал, что люди будущего, узнав о возможностях своих предшественников, повторят их ошибки. Ну, или же он боялся, что его подвиги узнают в будущем, ведь все, что случилось в период чумы Фарро, было задокументировано в системе Аполлона. Таким образом, Фарро лишил жителей Новой Земли всего научного и исторического наследства. Земля действительно перезагрузилась, а человечество погрузилось в первобытный образ жизни. Сам он выстроил себе собственный бункер, где предположительно и скончался. Остается надеяться, что это было последнего вмешательства в жизнь планеты Земля. Предположительно, в 2068 году на планете вымерло все, включая макробиотические организмы. Роботы АСФ впали в спячку. Отдельную благодарность хотелось бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на Патреон. Через спонсорскую подписку Ютуб и Донат Пэй. Среди них ЭВАВС, Алексей Гречухин, Василиса Зарянова, Жук, Пейксон, Юрикс, Кима, Легион, Вит Пол, Никлик, Димкин МДМ, Витис Восток и многие другие, чьи имена вы видите перед собой. Также не забывайте про группу ВК, Дискорд и наши инстаграмы, ссылочки на которые есть в описании. А на этом все. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.